Для самарских сирот и детей, оставшихся без родителей, муниципалитет закупит 140 новых квартир. Для этого в городском бюджете перераспределили почти 60 миллионов рублей. Крупную сумму на покупку добавили из областного бюджета. Жилье для молодежи приобретут до конца года. Сегодня депутаты собрались на мне очередное заседание Думы для того, чтобы предусмотреть сумму для софинансирования и представления квартир, приобретения новых квартир детям-сиротам. Поэтому это решение крайне важное. Нам очень важно, чтобы каждый житель городского округа Самары был обеспечен жильем. Эта работа будет в обязательном порядке продолжена. И также дети-сироты, они все есть, эта информация имеется в полном объеме, будут обеспечены жильем. К источникам дохода районных бюджетов с нового года добавится госпошлина за выдачу разрешения на установку рекламных конструкций. Ее размер 5000 рублей. И только от расторопности местных властей и общественников будет зависеть, в каком объеме сборы поступят в казну. Все будет зависеть от того, насколько они оперативно, качественно сработают по выявлению незаконных рекламных конструкций. Там либо легализуют и получают пошлину в размере 5000 за одну конструкцию, либо демонтируют или понуждают демонтировать, если это не соответствует и концепции, и эстетике, но и несогласия собственников. По итогам первого полугодия город стал больше зарабатывать. Поступления в бюджет выросли почти на 8,5% по сравнению с этим же периодом прошлого года. Причем рост поступлений наблюдался в том числе и по собственным доходам, которые увеличились на 260 миллионов рублей. Увеличение наблюдается по таким доходным источникам, как НДФЛ, налог на имущество физических лиц, земельный налог, государственная пошлина, доходы от продажи земельных участков, платежи от муниципальных предприятий. Андрей Горгуленко, Дмитрий Мешканцов, События.